Слободу От этого происходит и название Николаемского храма, первая служба в котором состоялась в 1788 году. Изначально на Ямской улице преобладали редкие деревянные жилые домишки, окруженные огородами и пустырями. До середины 20 века эти домики соседствовали с первыми каменными новостройками. Кстати, в черту города Ямская Слобода вошла только в 1927 году. В 1933 году на окраине Ямской Слободы начал работу стекольный завод, позже электроламповый завод. А в 1950 году от электролампового завода до Ямской театральной площади был пущен троллейбус. Тогда же начался активный период застройки улицы новыми домами сталинского типа. Построенное в 1950-х годах здание ДК-строителей стало настоящим украшением не только улицы, но и всего города. С 2006 года в нем располагается Рязанский музыкальный театр. Также в 1950-х было построено здание НИИ газоразрядных приборов, НИИ ГРП-плазма. 1 июля 1961 года улица Ямская была переименована в улицу Циолковского. Константин Эдуардович Циолковский, уроженец села Ижевская Рязанской губернии, знаменитый ученый и изобретатель, основоположный к теоретической космонавтике и теории ракетных двигателей. В сентябре 1982 года в начале улицы Константину Эдуардовичу Циолковскому был установлен памятник. В 1984 году в парке Юнатов, расположенном напротив домов номер 18, 20 и 22, появился памятник бюст еще одного знаменитого рязанца, советского конструктора ракетно-космической техники Владимира Уткина. В 2002 году парк переименовали в сквер имени академика Владимира Федоровича Уткина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok